Москва Тот, у кого больше чек Тимур и Леван Ядерный взрыв Старт из Москвы Тур-ГТО Качаем толпой Ночью в пути До твоего города Недалеко Ой, привет, привет Я что-то забыл Я решил музыку послушать Такую душевную Хорошую музыку Вот как бы так Ну что, ребят Приветствую вас Как дела? А? Как дела? Блин, у меня плохо Я вчера нифига не отдохнул Я вчера работал И в принципе, блин С то чувство, что Сейчас хочу Выкарабкаться Взять один день Не надо Хотя препятствия Не надо Задолбали вы И все Хочу немножко отдохнуть Работал вчера Да-да-да И на так Ну что? Ну что, ребят Первый в истории Сочи на курорте Прошел городской турнир По спортивному метанию Ножа Спонсорство мероприятия Было две тещи Две тещи Как бы они выступали В качестве манекена И все Ну в итоге Что могу сказать Раз первый чемпионат Значит все не попали В общем Все живы-здоровы Все хорошо Все прекрасно Проходило это На базе гимназии номер 6 И студенты Ножи швыряли И девочки швыряли И мальчики швыряли В общем Теперь Метание ножей Это не только забава Алкашей Но еще И официальный вид спорта Где скоро Можно будет Мастер спорта По метанию ножа Закрытыми глазами В яблочко Из космоса Представляете себе Классно Классно Цунами Более вероятно В Сочи Не ждут Опасных землетрясений Сказали Ребята Не бздите Не бздите Потому что Здесь у нас Ничего Вот цунами Еще может Как бы Там Ну как бы Образоваться Но землетрясений Точно не будет Поэтому живите Спокойно Особенно те Кто думает Переезжать в Сочи Или не переезжать И будет Как говорится Вам Счастье Ладно Еще один В Сочи Открылся Спортивный зал Дзюдо И самбо Де Джанейро Вот теперь Можете Спокойно Заниматься И дзюдо И самбо Самбо Оно там же Боевое Самбо и так далее Ну я не пойму Вот один Спортзал открывает Почему Какие-то другие Спортзалы Могут Немножко Пробовать Закрыть Хотя Этот зал Открыли на Гагарина Это что у нас А если Это у нас Без малого Это у нас Микрорайон Заречный Поэтому Видите За спортом Там где Заречный Там уже И Донская Прямо Они совсем Близко Другу Ну так бы Так В Америке Коллапс Пропали Яйца Знаете Лозунг Тот самый Ваша Сила В наших Яйцах Уже Неактуальна И У них Яйца Поднялись Представляете До 10 Долларов За Десяток А это 750 Рублей Ну и Конечно же Там тоже Нас там Решили Побороться Знаете По акции Меды Ой мед Пчелы Против меда Что-то Рок против Наркотиков Мэр города Против тупизма Ну и в таком Духе Такие акции Поучаствовали И все И что-то там Сделали Какие-то нормативы Потому что Курица должна Комфортно Нести яйца И должно Сколько-то там Метров на нее Выделено И так далее И что вы думаете Как вы думаете Что вы думаете Правильно Оказалось у нас так Что короче Дефицит стал Куриного яйца Кстати вот Если без гречки Еще как-то прожить Можно Без лапшички Можно То блин Без яйца Не тяжело Да И выпечка Все с яйцами Все с яйцами Вот я сегодня с утра Сожрал Два больших яйца Да И большой перец Да Да Все и нормально Вот позавтракал Чувствую себя нормально Чувствую себя человеком Вот так вот Такого захочет Любая блогера Раскрыл секреты Привлекательности Русской бутылки Для тайных Ну потому что Тайцы они все маленькие И конечно же Русские богатыри Как говорится Увы Русские богатыри Конечно же Там Ну В почете Там Ну а Прикольно Гот на них реагирует Вот как бы так Тоже автобус едет В крайней левой полосе У него В принципе Выделена Крайне правая Да Крайне правая Ну и все Ну и в общем Знаете Мужики у нас Любят тайк Немножечко там Пощипать Ну а тайки В свою очередь Любят русских мужиков Больших Красивых Да Кстати еще Русские мужики Они у нас еще ухаживают Они могут дверь открыть Дверь что-то такое сделать Чего не скажет Про самих тайцев Да У них понятия Немножко другие Вот так бы так Поэтому Знаете Тоже вот Если как бы Вы собираетесь ехать в Орск Вы думаете Что в Орске Там тоже В Орске Это знаете Маленький тайк Такой Там тоже Там не принято Там девушкам Уступать место Не принято Там еще что-то Сделать И так далее Поэтому все равно Если вдруг На Таиланд Денег не хватает На Таиланд Да Но хочет Углубиться в эту атмосферу Езжайте в Орск А так В целом Конечно же Кто бы что ни говорил Русским мужикам Да Они выпивают Да Еще что-то Но они добрые Хорошие Душевные люди Серьезно Я даже по себе знаю Какой бы я Не казался Злой Агрессивный камер На самом деле Я добряшка Я Злой добряк Знаете И такой категории Спустя 9 лет Совсем скоро Запустят Переправу Ребят Переправа Переправа Берег лево Берег правый И теперь Можно будет Доехать до Сочи В Сочи Можно будет Переправить Трампзон Короче В Турцию И уже По Турции Уже можно будет Путешествовать На автомобиле И скорее всего В этом году Я так и сделаю Я возьму Извиняюсь Я возьму прям На машине На своей Ну не Может какую-то другую Там все-таки КСМ очень дорого стоит Там можно на одном Бензине разориться Ну реально Потому что у меня Расход на машине Очень большой У меня расход Чтобы вы понимали 12,8 Да За последние 22 тысячи километров 12,8 У меня смешанный расход Это все равно Дофигища Поэтому Возьмем себе Какой-нибудь Аку И Попробуем Попутешествовать И попробуем Сделать так Не знаю Сделать тур По Турции И там Три дня В одном месте Три дня В другом месте Ну так Знаете На колесах Качельники В режим Качельника Платежи За ЖКХ В апреле Шокирует Россия Всех Заставят платить В том числе И за прошлый год Ну че уж Бывает Понимается К ним Прислушиваются Сочинцы Сочице Попросили Мэра Отремонтировать Дороги И провести Газ Открыть Стриптиз-клуб И Ночной клуб Вот Как бы так В одной из деревень Лазаревского района Скоро Все это Появится Самая Бискультурная Нация Блогер Рассказал Чем наши туристы Отличаются От европейских Ходят слухи Ходят мифы Что Наши туристы Русские Самые Конченные Туристы На свете И так далее На самом деле Это Гребанное Заблуждение Я могу сказать Что Я очень много Путешествую Я не С точки зрения Рассуждая Диванного Эксперта Как многие Из вас А человек Который Во многих Местах Был Что Мальчишка Не был А бывал Это Скиллет Женщины Ну ладно Во многих Местах Я Не Ну Был Почему Я Бывал Мало Лишь Что Ходить Постебаться И Я могу Сказать Все равно Русские Туристы Они Да Самое Интересное У нас Такой Менталитет У тебя Последний Готов отдать Например То Самый Чаевые Все Поэтому Я могу Сказать При Все В том Что Вроде Бывает Что Европейцы Богатые И так Дали Да Какой Богатые Европейцы Там Чтобы Они Оставили Доллар Чаевые Или Еще Что Там Они Застрелятся Пять Раз Понимаете Бабушки И Дедушки С Германии И так Дали С Австрии Все Русские Все равно Боли Такой Раскрыт Душа И так Поэтому Русских Туристов Везде И Любят Если Раньше Не совсем Любили То Сейчас Действительно Любят И Ну Очень Даже Круто Как И Знаете За наших Соотечественсков Не так Стыдно Потому Что После Раз Когда Был В Египте Там Конечно Ж Отжигали У нас Жестко Те Самые Злые Как Называются Ну Те Всякие Пендеросы Эти Эти Европейцы И Там Подобное Полугей И Все И Я могу Сказать Что Мы все Раньше Думали Что Русская Нация Да Россия Самый Пьющий Народ В мире Нифига Мы Не Самый Пьющий Нас Например Даже Южная Корея Опережает Южная Корея Пьют Гораздо Больше Чем В России Ну Как Б Ну Сейчас Меняемся В лучшую Сторону И Нас В качестве Туристов Вот Готовы Видеть Хоть Кто Хоть Кто Особенно Если Вы богат Туристы Не просто Там Будет Все Равно Будет Всегда Перед Вами Все Двери Открыты И так Далее Ну И Действительно Правильно В статье Сказали Что Самые Крикливые Самые Конченные Это Все Равно Как Ни Крути Это Немцы Это Канадцы Я вспомню Когда ты отдыхаешь Доминиканик Там В основном Все Канадцы Отдыхают Это Реально Самые 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 Такие Непонятные И Здесь Конечно На фоне Их Ты Считай Что Наши Соотечественники Они Самые Лучшие Ну Это Так Это Так Ну И Всем Бывают Разные Сегодня У меня Два Проката Сегодня Вечер У меня Тренировка В общем Сегодня Много Чем Надо Заняться Значит Так Их Искали Двое Суток В Сочи Нашли Потерявшихся Пятерых Детей Ну Ну Пошли Погулять Мы Вот Погуляли Тucharь И Все И Вот Загуляли Мы Немножко Гуляли И Загуляли Прям Немножечко Немножко 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 Гуляли Понимаете Прям Немножко Гуляли И Все Не Знает Двадцать Первый Век У всех Есть Телефоны У всех Есть Все Остальное Я Не Не Знаю Как Так Получается Честное Слово Как так получается, я не могу понять. А тем временем Сочи обогнал Нью-Йорк, Сингапур и Лондон по стоимости элитного жилья. А чтобы вы понимали, Сингапур считается одним, ну, во всяком случае, он находится в тройке самых дорогих городов мира, да, там проживание самое дорогое, да, Сингапур. В тройке он идет. И здесь, получается, наше элитное жилье, а еще, знаете, что прикол, знали бы иностранцы, что наше самое дорогое элитное жилье, оно же еще и самое проблемное, потому что там арест наложен и так далее, да, возьму, к примеру, то же самое Монтеро. И все. И, конечно же, все просто офигевают. И они просто же, просто офигевают. Вот как бы так. Поэтому, что хочется сказать, ребят. Наверное, может быть и есть смысл, как бы, наверное, есть смысл задуматься о недвижимости в Сочи. И, как показывает практика, как показывает практика, все равно спрос не упал, все равно, как бы, просто, ну, как бы, сегментация поменялась. То есть, если раньше Сочи был, можно сказать, открытым для всех, то сейчас просто воронка, да, становится все меньше, уже, уже, уже и уже. Но, но при этом все равно, как ни крути, есть люди, которые могут, да, так же, что машины, да, вот согласитесь, да, вот сейчас, может быть, стало больше, например, в связи с операцией стали больше на дорогах, там, китайцев и тому подобных, да, китайских автомобилей. Но они же есть равно, да, как бы, они же есть, вот если даже, ну, мы сейчас проезжаем, да, посмотрите, да, одни на марке, там, Мерседесы, Киа, там, еще что-то, там, Тойота, блин, фу, шоу, аж передернул, там, Вольсваген, да, о, Хавал, как мои дочки. Мерседес, еще Мерседес, Киа, да, особо даже и, вот, одна только Лада появилась, одна только Лада из всех. С недвижимостью примерно то же самое, просто немножко покупают другое, да, если раньше, там, одно покупали, там, покупали раньше, там, Остров Мечты, покупали Парю Горького, то сейчас немножко другие объекты, да, те, которые могут, там, по династии, даже, там, Династия Хиллс, которые могут подешевле и так далее. Но в целом, как бы, движение идет. Поэтому здесь тоже, так сказать, палка от двух концов. Просто в Сочи, на данном этапе, становится у нас открытым не для всех. Если, когда-то я говорю вам всем, ребят, пока есть возможность, покупайте, берите ипотеку, берите то, берите все, действительно, можно было. То сейчас, конечно же, сейчас, конечно же, в этом отношении немножко все стало хуже. Короче, город Сочи, город Сочи, как бы это грубо не звучало, не терпит тормозов. Понимаете? Не терпит тормозов. Вот в городе Сочи нужно уметь правильно и быстро принимать решения. Вот как бы так. Поэтому, ребят, что вам сказать? Пока еще, многих из вас, пока еще шанс есть. От того, сможете ли вы реализовать этот шанс или не сможете, это зависит только от вас. Ну, в целом, говорю, вот я нахожу варианты, в том числе и квартиры, не знаю, там, сейчас есть варианты за 3 миллиона 800 квартир. Плюс, опять же, у меня там есть сейчас горячие предложения, например, в Дагомысе 27 квадратных метров с ремонтом за 6,5 миллионов рублей. Статус квартиры, все как положено. Короче, варианты есть. Просто не всегда кто-то из вас может этот шанс схватиться и удержаться. А так, варианты есть. На этом я с вами прощаюсь. Вам всем хорошего настроения, вам всем добра и пока.